Мастер-классы на базе Южного федерального центра спортивной подготовки от именитых спортсменов проводятся регулярно. Сборная по тяжелой атлетике в Сочи на учебно-тренировочные сборы приехала уже в третий раз. И собрались здесь сильнейшие тяжелоатлеты России среди юниоров. Когда первый раз я увидел на мастер спорта по тяжелоатлетике, я даже шел за ним следом, смотрел, и все удивлялся, и думал, как же так, вот он мастер спорта, он такой великий человек. Поэтому дети всегда на такие вещи очень остро реагируют. Я думаю, что вот такой вот тандем, когда сборная команды Российской Федерации контактирует с местными детьми, я думаю, что это очень большое подскорение. В Сочи действуют 23 муниципальные спортшколы, где дети могут заниматься бесплатно. Одна из них по тяжелой атлетике. Ее воспитанники под руководством Владислава Яркина сегодня получили уникальную возможность потренироваться с национальной сборной. В рамках подготовки Олимпийских игр города Сочи, в рамках того, что город Сочи позволяет проводить здесь многие сборы спортивных команд, и они сейчас сюда тянутся, мы будем стараться сделать традиции проведения в городе Сочи таких мастер-классов. Победитель первенства России среди юниоров Вячеслав Яркин сейчас готовится к чемпионату Европы. Турнир по тяжелой атлетике среди юношей стартует в сентябре. И занятия с восьмикратным рекордсменом мира, говорит спортсмен, сейчас ему необходимы. Он помогает мне объяснять технику, ставить как бы углы, как лучше, но тем самым помогает мне достичь более высоких результатов. Объясняет ошибки, то, что брат не может ошибки рассматривать, он их рассматривает и тренировочный процесс скорректирует. Сейчас в составе сборной России два сочинских тяжелоатлета, а это говорит о том, что у юных спортсменов в Сочи есть все возможности добиться высоких результатов. Помощь оказывают администрация города и депутаты. Если у человека есть желание, есть стремление, есть мотивация, он может встретиться и со знаменитым артистом, и с олимпийским чемпионом. И узнав, как они шли по своим дорожкам, по своей славе, к своему пути, своим достижениям, тоже пойти по этому пути. Кстати, председатель городского собрания Сочи Анатолий Луцик в прошлом мастер спорта СССР является президентом Федерации тяжелой атлетики города. На мастер-класс он прибыл, чтобы поддержать ребят и поблагодарить олимпийского чемпиона за оказанное городу внимание. Сборная по тяжелой атлетике пробудет в Сочи до 10 августа. Затем спортсмены отправятся в Подмосковье, где будут готовиться к двум стартам. В сентябре в Литве пройдет первенство Европы и впервые в Казахстане пройдут Евразийские игры. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.